Синхронный смартфон! Ой, как идеально! Сила в полкрыла. Да ладно! Всем здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сразу я скажу, я за Audi. Паха сегодня болеет за Audi. Так, у нас сегодня автомобили бизнес-сегмента, бизнес-класса. Ешка 53-я, Audi A7 и BMW M550D. Они все трехлитровые, только одна из них дизельная. Вот та вот бонус стоит для победителя, поэтому... Да, будет что интересное показать. В принципе, машины интересные. Многие их хотят, многие их рассматривают для покупки. Кто-то о них мечтает, кто-то ими уже давно повладел или владеет. С вами канал Технолог, мы начинаем! Ешка 53 АМГ, 457 лошадиных сил. Самое главное, потому что у тебя сток. Да, стоковая. Среди всех сегодняшних участников это единственная стоковая машина у нас будет. Так, ну, так скажем, по моим прикидкам, ты у нас сегодня темная лошадка. Вот. То есть... Черная, да? Нет, ну слушай, бывает тоже черная. Вот. Потому что, ну, то есть непонятно, как будут те машины ехать и будет ли эта машина свои паспортные значения. То есть мы сегодня замерим, посмотрим, как бы и увидим, что на себя представляет. Я упал с мотоцикла. Ты переписал. Ты переписал. Ты перезанимался спортом, я так понимаю, да? Да, что под храмовой? Я упал с мотоцикла. да 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 я тебя понимаю почти у нас простая а седьмая горально а это седьмая которая была сделана виде выставочной экспоната на россию таких было привезено всего 10 штук в таком цвете в таком салоне в такой комплектации трехлитровый бензин 333 мотор crack который уже гильзованы непосредственно заводы а зашил на стейдж один момент очень важный резина у нас бурьер да я вижу и вот сзади уже подстертая вся стертая но я думаю что так как все машины сегодня полный привод зацеп на все четыре колеса надеюсь ни у кого про буксовки и проблем особых не будет заезд сейчас у нас будет mercedes е-53 против audi a7 еще раз напоминаю 7 на стейдж один мне показалось mercedes кстати поехал с одной педали и audi тоже поехала с одной педали а насколько намного очень да ну ладно мы приняли так это у нас владелец c43 здравствуйте дорогие мои здравствуйте да мы можем эти сравнить mercedes вот этот вот на м256 моторе рядный шестерка у тебя в 6 до ешкаш 53 на рядной шестерке у тебя в 6 правильно цешки ну вот можно будет посмотреть скажи мне это быстро для bmw 4 это уровень плейт то есть как бы вот 231 ну да 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 теперь он говорит что у него самая быстрая bmw м4 в стране это мы не про это вы вы говорите не про это бмв жаль выгодное предложение на автомобиль мы рекомендуем вам компанию japan line это опытная проверенная временем и делом команда с честным подходом к работе импорт действительно проверенных автомобилей из японии кореи и китая эксперты japan line без труда подберут автомобиль по вашим запросам и бюджетом быстрая доставка по всей россии с гарантией лучшей цены постоянная связь с клиентами и поддержка на каждом этапе сделки благодаря отлаженным процессом вы быстро получите всю информацию об понравившейся автомобиле и весь пакет документов для регистрации в россии а еще у ребят большой выбор автомобилей в наличии а в ю тубе и соцсетях вы сможете ознакомиться с автомобилями узнать самую актуальную информацию все контакты в описании за машины japan line так ну чё мы выставляем 7 против е-53 еще один заезд вот сейчас пошустрее по а мне показалось какой-то момент ауди стала подтягивать к мерсу у нас просто ауди едет прикинь с одной педали то есть без лаунча ну-ка я сумка клан чинет и вообще висит о подожди он проиграла над по квотеру до прошел сочетаться сотни то у него лучше слушай а у тебя лаунч контроль есть на цешке а ты с двух едешь просто сколько и 500 а у него он говорит что она у него пинается при переключениях то когда он с лаунча едет пошли на ставление давай давай вот они пошли на ставление цешке 43 уже петя у нас помогает владельцу мерседеса один мерседес другому мерседесу короче пётр у нас на настолько хорошим владеет мерседесом еще строит себе у нас там спойлер audi строя да и он теперь помогает уже пилоту на audi машину подготовить к старту это просто просто приехал тренер знаешь да и играющий тренер короче приехал показал как что зачем почему поехали-поехали-поехали пофигу что был фальстарт на audi надо ехать до конца так audi у нас не доехал а еще до финиша сбросила мерседес хотя бы доехал audi снова нормально не поехал наверное только с одной педаль будет пускать о наконец-то значение так у тебя какой-то был замер до этого 459 но видимо это только до 100 это первый раз получился а второй получается у нас вот когда ты сейчас поехал 445 сотня это паспорт у тебя 45 паспорт и 1249 квотер ты получается сейчас вот часто едешь так как надо ты все делаешь все как надо все как паспорт как как удал должен мерседес так он и едет принципе сейчас у нас на арене одна из очень важных битв на сегодняшний день потому что это а мг ну или я как называющую преда мг версия потому что то ей 53 против этого мерседеса стоит бмв диз да да вы у нас уже очень много времени и лет принимаете участие бывает вот неоднократно и уже на это бы мы участвовали и до этого на других бмв по моему дам участвовали до давай характеристики про свой бмв бмв 550d 18 год дорест первый stage 450 минус сил никто не знает сколько там осталось диски ковка и на ханкук картошки влазит 5 мешков спокойно ты пробовал это у нас короче на свои разгар кто чего возит на своих здоровых универсалах для чего мы их покупаем в принципе все ладно посмотрим старт за мерсом полтора корпуса бмв сейчас мы посмотрим и дадим еще один заезд он вот он подтвердил что-то конкурент дат вы 2 лошадиная сила 454 1259 ты до этого чуть-чуть лучше ехал на десятку как раз эта десятка возможно тебе победы может устоить давай сейчас еще один заезд 427 и 1236 ну по всем параметрам побеждаешь давай еще один заезд и уже у нас вырисовывается очень ярый серьезный фаворит в этих битвах попытается возможно мы создать что-то сделать вот там петя подсказывает аванесу что нужно сделать нужно включить а синхронный старт наконец-то получился отличный синхронный старт я думаю чтобы вы ставить точку в этой ну сложно уже сочетать по ходу движения да поэтому безоговорочно бмв побеждает 467 ну и 1262 на драги забираем 47 время бмв вот так у нас так вот и и и на тебе я не покажу о ваен ахаха бен бен ну ты против него должен также ехать ну ты тогда с ним не поедешь ну зачем до 4 турбины горит петр вы же характеристики-то не рассказывали про свой mercedes 276 мотор в 6 turbo все что-то рассказывать уже неоднократно ездила машина тот кто и не видел заходите на канал вы смотрите ауди поехала поехала сейчас замерим посмотрим ее значение да ладно да я очень рад что audi поехала по крайней мере на фоне сейчас конкретно цешки audi поехала лучше посмотрим значение 498 13 12 он на 5 десяток хуже должен чем ехать 466 66 1276 вот так тебе надо с мерцом было ездить еще один заезд c43 против a7 стартовать audi начала да и я думаю что пройдет сейчас mercedes «Мерседес» победил! Охо хо хо ха! Мерседес корпус победил! Охо хо хо хо! Отцу доказалось что Audi впереди Ауди тренок? Подожди если «Мерс» разъездился кто его знает? Ну не знаю 1-1 У тебя хлопки? Уже нет Ты знаешь, что ты сделал? Переключился в механику и ты раньше ей дал передачу Ну-ка 479, 12,9 Короче, какая у нас история Чтобы он тебя больше так не дрюкал Мы дадим вам сейчас возможность отдохнуть У него 47 сотни, кстати, лучше Акватер, да, ты лучше, ты победил Что у нас вырисовывается? Это вырисовывается уже третий заезд Счет в серии 1-1 То есть у него лауч на Audi Не получается, а потом-то он едет нормально Ну, как и должен Ну, сотка до хрена победила Ну да, мы приняли Ну, короче, Audi снова в лауч не встала Что я могу сказать теперь оговорочно Оговорочно Оговорочно, окончательно Оговорочно, оговорится Окончательно, что Mercedes побеждает Audi И не получается нормально стартовать на 7-й С лауча, к сожалению 4.89, 12.94 Тоже плохо То есть ТМР съехал намного раньше, быстрее А сегодня не едет как надо Дальше у нас заезд ходом То есть битва ходом у нас тоже будет сегодня Едет А7 против Е53 Так как у них значения близкие Но помимо того, что чуть-чуть не получается Лауч и старты у А7 Возможно, как бы, ну, ходом у нее есть Хорошие шансы с 53-й Ешкой побороться Ходом едут Лучше стартует Audi A7 Может быть, он ехал в ручном режиме? Он, кстати, говорю, что он лучше ездит в ручном А этот ехал на просто на автомате Успели 200? Да, вообще фигня 100-200, 12.05 12.05 12.05, 12.05, 100-200 Так, посмотрим, 100-200 Сейчас посмотрим, 100-200 12.77, у него 100-200 лучше У кого? У Мерса У Мерса 100-200 лучше, да Ну, значит, этот просто стартует лучше А ты с ручного ехал? В ручном режиме? С какой передачи? Вторая Вторая? С четырех тысяч Аванес, а ты в ручном режиме ехал? Я хотел в ручном режиме кинуть Не нажалось, а уже не... А, ну вот, давай, сейчас в ручном Он как раз со второй передачи ехал примерно Давайте еще одна попытка Наконец-то в этот раз в ручном режиме поедет Мерседес Чуть-чуть должен сравняться Мне показалось, что это на крыло сзади был Мерседес Вот Стартовал Мерседес хуже На крыло сзади был Мерседес победил ему Уехал Мы приняли Переставим Покажи нам Покажи нам Все, сейчас он уехал 12.46 12.46 Лучше, чем в прошлый раз Обнуляю и положим BMW или Мерседес Сколько у него? 11.46 Можно С пятерочкой, да-да-да С BMW надо пускать тебя ход Заезд ходом BMW M550 D Stage Против E53 Едут они у нас примерно с 60 км в час Старт Мерседес хорошо стартует Чуть-чуть оказывается впереди на старте Наверное, потому что он давал звуковые сигналы Но дальше BMW Непревзойденная BMW сегодня с этой немецкой тройки Непревзойденная BMW ставит жирную точку В сегодняшних битвах между Мерседесом, Ауди и этой BMW И оказывается сильна как с места, так и ходом О-о-о-о Бегу я на старт Что нас сейчас ждет? Нас сейчас ждет для самой быстрой BMW Самой быстрой бензиновой машины Ты, по-моему, перепутал Какой бензиной? ДВС на машина Она у нас дизельная У нас будет биться Самый лучший КПД среди ДВС Самым, в принципе, лучшим КПД Это электрический автомобиль Мы готовы. Зикар против БМВ. Раз, два, три. О, старта за БМВ. Старт за БМВ. Ой, какая плотная напряженная борьба. Дальше Зикар на середине дистанции дотягивался до Бехи. Мне кажется, Беха прошла и побеждает. Ну, или это обман зрения. Зикар победил полтора корпуса. Полтора корпуса между ними. Зикар полтора корпуса. Прикольно. Слушай, ну, надо еще один дать им заезд, посмотреть. Тебе делили вообще? Не получилось. А, так ты не поехал, да? Ну, прям, это у него не получилось. 4,08 и 12,2. Так там полтора корпуса, понимаешь? Ну, 200, 11,9. Ты что, 200 поехал? Ну, да, я думал, в принципе, дальше было. 11,1, 11,2, если округлить. Ну, сейчас еще один заезд вам сделаем. Так. Он, кстати, до 200 разогнался. Ну, ты не сможешь до 200. У тебя, по-моему, ограничения, мы смотрели. 3,85. 11,98. Он просто по сотне поехал в свой паспорт. Второй заезд. Зикар против BMW. Ну, синхронный старт был. Синхронный старт был. Ну, я по итогу-то могу сказать, что среди всех немецких автомобилей сегодня BMW, это самое сильное у нас, оказывается. И дизельный мотор, еще и на стейдже едет не то, что на уровне E53, там, и C43. Он едет еще лучше, еще быстрее. И заходит в категорию автомобилей, которые выезжают из 4 секунд до сотни. Поэтому это BMW, вот этот вот дачный сарай, Туринг Универсал, едет на уровне AMG и AM-версии чуть-чуть, там, буквально на 7 лет, по-моему, уже. 4,09 и 12,22. Но ты сегодня штампуешь, и с 4,1 выходишь. Он едет хорошо. Пишуно подъехал. Пишуно подъехал. Он хуже поехал. Нет, 3,89. Ну, все равно у него квотер. Чуть-чуть лучше зато, да, в этот раз. Но разница между вами не сильно большая была. У меня сегодня, у меня сейчас нету. Сейчас, короче, все, село. Просто вот в салон поставили, получается, хотя бы камеру уже с рук с моих. И одна на машине, одна в салоне. Посмотрим. Финал заезда входом едет Zikr X, который победил с места эту BMW. Но поедут они ходом, и мы посмотрим, насколько уже крута, сильна. И сможет ли превзойти электричка этот дизельный Туринг. Ой, как идеально поехали ровно в начале. Ну, давай, BMW! Все равно Zikr в корпус побеждает. С 80 бесполезно. Вот на этом, дорогие друзья, точно все. С вами канал Технолог. У нас есть другие площадки. На них ссылки. Поэтому подписывайтесь, если вам удобнее там будет смотреть. Смотрите. С вами был канал Технолог. Сегодня с нами был Паша. Он сегодня на финише стоял. Тяжело мне без него на старте. Артем по ту сторону камеры. Я Александр Грин. И Павел у нас сегодня старты давал. С вами канал Технолог. Мы продолжаем. Всего доброго, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok